Всем привет! Сегодня будет демо для начинающих парикмахеров, что надо именно покупать, набор. И хочу представить вам Максим Деев. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и как ты зарабатываешь деньги, на чем? Вот это поворот! Да, ну в первую очередь мы занимаемся тем, что мы учим парикмахеров, и самое главное, что мы учим начинающих парикмахеров. То есть мы их обучаем с нуля. У нас также есть курс для уже выдающихся мастеров, которые имеют опыт. Но в основном у нас, конечно же, работа происходит с нуля. Моя задача, как бы, заниматься тем видом работ, который помогает людям в дальнейшем приспособиться к нашему сегодняшнему времени. Ясно. Давай начнем вопрос первый. Перечисли, пожалуйста, перечень для начинающих парикмахеров, что надо купить, а потом разберем по частям самоосновные. В первую очередь нужны ножницы прямого полотна и филировочные. Потом нужна машинка для стрижки, также нужен фен, нужна плойка для выравнивания, или это может быть плойка для накрутки. Булевилизатор, сметка, пенюар, парток. То есть самые такие необходимые вещи для самого стартового набора. Угу, я понял. Давайте тогда начнем про ножницы. Какие надо брать? Полотно, длина, как надо выбирать? Филировочные и прямые. И фирмы, какие ты знаешь, например. Есть у нас, например, Свэй, Ягуар. Все, хорошо. Так, ну я считаю, что самым вариантом хорошим для ученика, для начинающего, являются ножницы Свэй. Это для тех вариантов, которые вообще бюджетные. Или же для первого варианта, который у вас есть деньги, но вы можете что-то сэкономить. Это Югуар. Первый класс. Да, первый класс. Вот тут у меня в руках Югуар первый класс, эргономика. То есть очень прекрасно ложится в руки. И я считаю, для начинающего мастера это не просто ножницы, это уже выдающееся проведение искусства. Самое простое, то есть как бы все отталкивается от мастера. Если вы учитесь у мастера адекватного, нормального, который знает, в инструментах разбирается, то он вам подскажет, как, что и делать. Филировочные ножницы также этой фирмы, вот фирма Югуар первого класса. Для начинающих мастеров это самый хороший вариант. Расскажи, пожалуйста, они должны быть с микронасечками или прямыми для начинающих? Что они должны брать? Делятся они на два варианта. Может быть с микронасечкой, это если уже вы, как вот для начинающего и на длительный период работы. Может быть с микронасечкой. Если у вас вариант такой, что вы хотите, планируете дальше, переходите на женский зал, то в принципе микронасечка немножко тяжеловатый вариант. Поэтому мастер, который идет в два зала работать, он берет с прямым вариантом, который в мужском зале может брать с насечкой и год-полтора себе не позволять в том плане, что точить их не придется. Да, кстати, я так считаю, или можете сказать, что это не правда. Я бы предложил всем начинающим покупать с эргономика, а не классическим расположением колец. Что ты скажешь? Все идет от руки. Мастер определяет этот вариант. То есть в принципе зависит от пальцев учеников. Если пальчики маленькие и пальцем будет неудобно держать полотна, то я считаю, что нужно брать эргономик. Если пальцы большие и грубые, лучше начинать с классики. Хорошо. Суточку, будь добры помедленнее. Я записываю. Давай поговорим тогда про машинку. Так, давай. Для начинающей, какую машинку рекомендуешь? Кстати, машинку можно для начинающей купить и дорогую, и недорогую. Все равно этот инструмент потом пригодится. Это ножницы надо изначально, мне кажется, покупать дешевую, а потом уже дорогие. Я считаю такой вариант. Машинка, она как бы должна быть не просто экономичной, она в первую очередь должна быть удобной. Поэтому экономить на варианте машинки я не рекомендую. Есть стартовые виды работы. Это которые покупают ученики, которые идут обучаться в училище, допустим, или на какие-то краткосрочные курсы. Им достаточно купить вот такую машинку. Классный вариант. Мозер 1400 или как ее называют 1400. Здесь в комплекте две насадки. Вы можете себе докупить шестерку и не знать никаких проблем. То есть в работе она отлично. Она делает плавный переход. У нее есть лапка, у нее есть зажим. Зажим работает с лапой идеально. Вы делаете переходы от коротких в длинных. Все есть. Кстати, даже для меня интересный вопрос. Какую машинку надо покупать с кареткой или легкосемным ножевым блоком? В том плане, что надо менять для перехода ножи. Здесь разве идут ножи? Не-не, я тебе говорю то, что какую машинку лучше покупать для начинающих? С кареткой или которая слегка темным ножевым блоком, например? Если в примате, значит сейчас рассказывать. Машинка примат, это вот второго поколения после Мозер 1400. Вот ее вариант со съемным ножом не очень хороший. Однозначно. Потому что он расшатывается. Его, если это мастер-девочка, она вообще в этом плане не разбирается. Ей надо будет ее раскручивать, чистить и постоянно собирать. Это минус. Раз. Во-вторых, лучше брать, когда ножевой блок цельный, просто его не снимая. Если она у вас даже упадет, она не будет вариантов того, что она треснет. А если ножевой блок будет съемный, легка вероятность того, что он упадет, треснет и этот момент вообще потом не соберется. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Ну давай про фен поговорим. Так, давай про фен. Можете его даже достать, показать, какой должен быть фен. Длинными сопла или короткими? Теонизация без и мощности. Сильное заявление. Ну вот в моих руках самый такой более-менее нормальный фен фирмы Куафин. Это новая, кстати, модель. Почему ты говоришь, что это более-менее? Отличный фен. Отличный фен. Да, зная то, что фирма, которая занимается Куафином, она сейчас очень даже неплохо их делает. От Бебелис просто, в принципе, не отличишь. Но это отличит только мастер-профессионал. Чем хорошо? Во-первых, дизайн хороший, раз. То есть, в принципе, этот фен не стыдно будет показать клиенту. Во-вторых, в комплекте две насадки. Да, вот есть насадка маленькая, которая позволяет мощность, усилие. Есть насадка вторая, которая позволяет работать в женском зале. Таким образом вы работаете как в женском, так и в женском. Почему маленький хорошо? Потому что компактный маленький фен, он идет больше к мужскому залу. А если здесь уже есть вариант сопла, сюда хорошо уложить прядь. То есть, перебор. Раз. Во-вторых, сюда подходит диффузор. То есть, в женском зале без диффузора, мы знаем, что тоже очень тяжело. Я тебя услышал. Кстати, ионизация, мне кажется, в 21 веке это обязательно. Потому что, сам понимаешь, ионизация... С каждым годом мы получаем и видим те волосы, которые просто в ужаснейшем состоянии. По большому счету, ионизация это очень хорошо. Да, он снимает статику, кто-нибудь знает. Снимает статику. Плюс это такая фишка, которую вы можете похвастаться клиентом и сказать, что вот у меня есть такой фен, сонизация. А у людей? Нету, да. Давай поговорим про расчески. Какие надо изначально брать? Так, в первую очередь, для начинающих я советую вот такую вот расческу беленькую. Она... Комбинированная? Да. Вот она комбинированная, и она идет как на мужской, так и на женский зал. Очень хорошо отработка именно в ученическом варианте. Она большая, ученик не боится и может свободно отрабатывать какие-то первые газы. Вторая расческа маленькая, может быть, вот такая даже черная. Не обязательно, чтобы она была скошенная. Это простейшая расческа для того, чтобы зажимать ее в пальцы, брать ее в руки. Еще есть расчески, которые идут в машинках, вот такой вот, ангисовский или вакуум. То есть, чем они хороши, здесь уже, в принципе, можно брать пальцами, вот такой удобный момент. И хорошо работать машинкой, так как в варианте для снятия, я имею в формашинку и расческу. То есть, очень удобно. Кстати, эти расчески, они разного цвета бывают на продаже. Да, также можно себе выбрать по желанию белого, розового, черного цвета. То есть, кому что более-менее приятно. Давай по брашам. Какого диаметра надо брать и покрытие? Вот это, например, обычный металл и недорогое. А вот этот Оливия Гарден розовый цвет, это там кирамика. Я же могу так рассказать, что в карте беда. Это наш агент! Давай как хочешь тогда рассказать. Хорошо. Как правильно. Значит, что такое брашинги? Брашинги, это у нас комбинированный вариант работы, именно применяется в женском зале. Именно вот такого образца хорошие брашинги. То есть, фирма Ягуар, вот такой маленький браш, это для коротких, средних волос. И Оливия Гарден, это вот такой, были уже для средних и длинных. Плюс ионизация. Чем хорошо, не дает стапик. И там прядь можно, кстати, разделить. Да, что здесь есть, здесь есть шпикуль. То есть, в принципе, мастера им пользуются, а есть, которые опытные, они уже им не пользуются. А более такие ученики, которые прикурят в училище, на курсы, вот им проще так работать. Шпикульом выделил, повернул и все хорошо. Чем хорошо? В первую очередь тем, что здесь более прочная щетина, уже не такая, как раньше была мягкая. Плюс идет керамический вариант нагрева. То есть, это хорошо защищает волосы от перегревания. Кстати, у Оливия Гарден, кто не знает, есть разные браши и разные модификации. Например, есть гофрированные, которые больше вытягивают волосы. В другом модели, я на экране покажу. Тогда давай про коротку расскажем, что он будет нам. Какой блок он брать? Какие функции должны быть у блоки? Это гамма пьемки, итальянские. Гамма пьемки, вот, новое полотно здесь вообще, если мы видим, да? Это замена, чтобы ты знал, Мозер Кераста. Я уже сталкивался с этим проводом, только я не знаю, как они ведут, но продавал. Ну, да, продавал, они ходовые, кстати. И здесь у него большие функции идет, чем у Мозер Кераста, потому что Мозер Кераста снято с производства. Или Макс стал, или Кераста стал, точно не помню, я на экране покажу. Они практически одинаково стоят. 913 или 920 гривен он стоит. 230 градусов есть зафиксировать, чтобы они не болтались, видишь, замочек, да. И 230 градусов, кто не знает, подходит для чего. Макс, да? Ну, тут больше все есть, у нас быстрая накрутка, по самому... Да, они в трех черетах. Да, в принципе, самое главное, что в таких утюгах, первое, они заменяют нам две функции. Функции выравнивания и функции накрутки. То есть, что хорошо для ученика, в первую очередь, что ему не надо покупать два инструмента сразу. То есть, он берет утюжок, он знает, что он может выравнивать, и точно так же он может накручивать волосы. Это очень хорошо. Накручиваете благодаря тому, что сверху полотно закругленное. Есть плоские, которые нельзя будет локоны сделать, например. А здесь закругленные. Да, в этом варианте здесь можно сделать два вида робота. То есть, в первую очередь, стрижку вы выполняете, вырабатываете утюгом, вы можете предложить клиенту и выровнять волосы, и накрутить. И при этом вам не придется менять инструменты. Да. Хорошо, вот практически мы все перечислили. Так, что-то такое. Да, давай, что-то на вопрос. Вопрос в том, что если у человека денег нету, самое основное, что можно купить? Самое первое. Так, если нету денег. Ха, на это у меня есть другой ответ. Так, в самую первую очередь, это нужно определиться с ножницами. Ножницы будут с мастером долгое время, долгий период. Период обучения, период практики, период работы. То есть, это то самое главное, к чему нужно определить внимание больше всего. А уже остальном, как бы, моментам идет вариант набора. То есть, как вам посоветует ваш мастер, у которого вы будете учиться, так оно дойдет. Я понял. Скажи, пожалуйста, сколько обучается вообще у тебя? Сколько обучаются люди? У нас есть несколько вариантов обучения по времени. То есть, мы можем учить, начиная от двух месяцев, точно так же заканчивая это пятнадцать. То есть, пять месяцев это нормальный вариант. Есть курсы, которые годовые, и если это послешкольного варианта, это может быть после девятого и одиннадцатого практически тревога. Ну нахер. Я тогда ссылку оставлю под видео. Если кто-то хочет с тебя обучаться, пускай перейдут на контакт и с тобой общаются. И, кстати, хотел бы добавить то, что человек, когда приобретает эти инструменты, человек потом становится за определенное время мастером, и сама потом знает, чего покупать на дальнейшем, обновить инструмент или нет, все устраивает. Я считаю, в первую очередь, что мало того, что инструмент должен быть более-менее нормальный, но это касается именно ножниц. Почему? Потому что есть такое дело, как память. Рука, которая отрабатывается, она тоже занимает вариант памяти, в любом случае. И потом поменять этот инструмент на другой, тоже тяжелый вариант. Поэтому он должен быть сразу же адекватным. Кстати, а учебную гуду надо покупать? Дорогой, шикарный, недовольственный. Я учеников тебе говорю. У нас у него одного мастера училища нету, у меня три. У тебя три? Я понял. Хорошо. Тебе большое спасибо. Да, спасибо вам. Все, всем пока. Будут вопросы, пишите так в видео. Если так отсюда выбрать.